Привет, танкист! Водхаб на связи! Черчилль Третий, на котором было много побед и поражений, покидает нас. Но новый режим к рождеям врывается на поля сражений и позволит увеличить игровое золото в десятки раз. Делай ставку в голде, дождись отличного множителя и забирай полученное золото к себе на игровой аккаунт. Хочешь за выигранное золото получить премиум танк? Не премиум аккаунта? Тогда заходи в раздел Маркет и обменивай голду на понравившийся предмет. Кейсы, промокоды, розыгрыши, ивенты с призами. Все это есть на Водхаб. Заходи и прокачай свой танковый ангар. Всем привет! Герой нашего сегодняшнего видео достаточно неоднозначный новый прем-танк 9 уровня, который называется FV4201 Chieftain Proto. Это британский танк и, как ясно по названию, он является прототипом, ну типа Chieftain, который у нас в игре уже есть на 10. И по названию прям кажется, что танк прям ураган. Это он как Chieft, только на 9 уровне еще и премиум, наверное, будет супер хороший. Давайте разбираться. Он появился в игре у нас, это я для истории говорю, в 22-м году в момент выхода режима возвращения воффитрагера. И являлся, ну типа тем, как бы, как это сказать, селлинг-поинтом, привлекательной частью всего этого безумия с покупкой или с бесплатным получением стартеров инженера для открытия порталов. С вероятностью 2,4% выпадал какой-то там из премтанков, если у вас все остальные есть, то шанс выпадения новых был повыше. И поэтому он у многих уже есть, достаточно в рандоме их видно. Ну и вообще народ катает. Ну и давайте, наконец, мы его разнесем в пух и перья, потому что, ну чё здесь греха таить, танчик максимально посредственный. В начале буквально доказательство о том, что он именно премиумный, есть у него пометка об этом, больше кредитов за каждый бой, также он фармит боны, и он встал в один ряд с теми тремя, точнее с теми двумя, он третьим встал в ряд премтанков в игре. У нас один китайский был марафонский, и второй такой же был марафонский СТРВК, который со всеми там этими пирогами, блинами и свечениями. Здесь ничего такого идиотического нет, но тем не менее, открываешь боеприпасы, смотришь сюда и думаешь, а чё, круто же, подкалибер у нас и основные, и голда, круто, не какие-нибудь там те кумулятивы. Пробитие, правда, 310, ну чё мы хотели, 9 уровень, скорость полёта большая, высокая, фугасы, о какие фугасы, с пробитием 120, настоящие хорошие такие хэшики, которые дадут нормально кому-нибудь под хвост почти любому с большой альфой, да с поджагами, со всеми делами. И смотришь, ну правда, ну чё здесь, чё здесь вообще обсуждать, круто. Но потом, когда как бы спесь вся сходит и в здравый смысл возобладает, открываешь вот это меню и видишь, что ДПМ в 2000 это один из самых худших вообще на уровне. Точность говно говном, сведение просто каловая масса и стабилизации на практике, посмотрим, тоже почти нету. То есть реализовать эти подкалиберы с этим пробитием, даже на основных подкалиберах большое пробитие, ну тупо сложно. Потому что, ещё раз, не ДПМ, а не точности на нестабы, ты просто не попадаешь, а в клинчах или вблизи ты просто не успеваешь за другими всех распиливать. Такая вот примерно ситуация у нас. Более того, у него из бронёй ещё куча сюрпризов, но об этом пару слов позже. Но вначале, коли в ангаре сидим, в общем, что здесь про него сказать ещё хорошенького хотя бы можно. Но раскачать его можно, да, плюс ко всему у нас минус 10 углы, и он в принципе как чифтейник-то работает. Но немножко добавить ему турбинки, стабилизации до досылателя, и мы получаем, ну какую-никакую, но мобильность уже более-менее нормальную. 45 км в час становится она из 40. Ну и удельная мощность 17 из 15. Как бы туда-сюда. По факту, по сути, он не является супер-мега-медленным. Но если бы это была единственная его проблема. По броне, значит, собственно, здесь проще сказать, где есть крепкие места. У нас более-менее танкует клювик, носик, там где-то 200 плюс-минус, но при уединке там 300 плюс. То есть злая голда 10 уровней имеет возможность пробить и это. Даже не злая, а просто обычная, тут как бы миллиметров не очень много. Это самая крепкая. Под башен и погон ещё плюс-минус, там где-то его что-то можно почувствовать. Всё остальное, ну просто бумага в формате 9 уровней. ВЛД 80 миллиметров. То есть стоишь к врагу, допустим, вот так вот на уровне, и тут всего приведённых где-то 240-200. Ну что здесь говорить, друзья? Это пробивается базовыми снарядами восьмых уровней. Нижний бронелист и вовсе молчу, хотя по толщине они забавно одинаковы, только углом отличаются. Более того, встанешь ромбом вроде бы, да, попытаешься это всё усилить. Броня в бортах, ну такая, 60 плюс-минус, однако скулы. Здесь просто, ну нету места, куда он не может получить урон. Всё, как бы ты ни встал, и бортом, и лбом, и так далее. И вроде бы, ну тогда хорошо, если мы не толкуем корпусом ни разу, наверное, крепкая башка, будем танковать от башни. Да, дружище, отличная идея. Единственная проблема, что лючок 160 миллиметров, и он не маленький, это не лючок чифтейна размером с монетку. Это лючок размером, там, я не знаю, с конвенционный люк, огромнейший. Попасть по нему может каждый, и вообще абсолютно любой. Более того, вот ещё пришла беда, откуда мы не ждали. 40 миллиметров, как раз та самая и очень мега важная броня на лбу башни. И здесь мы имеем то же самое, как будто ранешний ИС-3 или ИС-4. Его пробивают все пушки 120 калибром плюс, без рикошетов. Просто даже если пробитие не позволяет, но калибр позволяет, и он у тебя 120 миллиметров или выше, ты получишь всегда в этом местах урон. Ну и в общем, как бы всё. То есть, ни верхом не танкануть, ни низом, ни бортами, ни ромбами, ни хренами, ничем не танкануть. И что делать? А вот хороший вопрос. На практике всё это выглядит вот как. Так, выходит невероятный киберспортсмен на ИС-3 и даёт мне прямо вот туда. Это просто, это не отбивается. Если он целится в район командирской башенки или в крышу башни, и у него залетает, до свидания. В общем, комментировать всю, как бы, эту блуду, которая возникает в голове, и что хочется, по идее, бы сказать, особенного смысла нет. Суть такая. Один только гнев и раздражение. Все эмоции, которые подарил этот невероятный танк. Так, сколько времени ему нужно свестись. Ладно, ещё хотя бы повезло, что в этот танк попал я. Бывало и такое, что в упор прям промахиваешься, и уже визжать хочется от того, как радуешься ты. Ну, наверное, здесь прежде чем брызгать слюной, да, наблюдая именно, как бы, в полях всю проблему и трагедию этого танка, надо немножко отстраниться, взмыть вверх и подумать стратегически-тактически. В общем, картошечка, как я понимаю, она исповедует сейчас какую-то тактику. Самая главная её доходность, это продажа премов восьмого уровня. Если она с сегодняшнего дня будет продавать девятые уровни, совсем хорошие, то есть они, чтобы были лучше прокачиваемые, чтобы были прям достойные машины, прямо лучшие цены, то тогда, наверное, народ перестанет покупать восьмые уровни, да, и продажи подупадут. Это логично звучит, но вроде бы да, я не знаю, прав я или нет, но я своё предположение высказываю. И пока она специально вводит вот таких вот, ну, как бы, кривых косых уродов на девятый уровень, чтобы просто, ну, хайп-трейн подвигать, чтобы немножко побудоражить целевую аудиторию, ну, и сделать вид, что игра что-то развивается и меняется, какие-то движухи там в ней возникают новые. Потому что, очевидно, хорошим не назовёшь СТРВК, также не назовёшь хорошим этот новый китайский марафонский прем, тоже, потому что у них своих проблем миллиард. В целом, они с СТРВК, кстати, немножко похожи, чуть-чуть, ну, в плане своей такой унылой без ДПМной жизни и с бронёй проблемной. Ну, бог с ним. Самое главное, вы понимаете, про чё я говорю. То есть, если с завтрашнего дня или уже с сегодняшнего картошка нарожает хороших и годных девятых премов, народ перестанет покупать восьмые и будет ждать новых и ещё более лучших девятых. И монетизация проекта, наверное, где-нибудь там забуксует. Я так понимаю, это их основной риск, поэтому они пока вот таких уродов и рожают. Но вопрос другой. Вот если ради этого танка вам нужно будет покупать что-нибудь, чтобы его получить, к примеру, те же стартеры инженера, чтобы этот портал крутить, То есть, здесь моя вам максимальная рекомендация не делать этого. Этот танк более чем полностью не заслуживает никакого вообще внимания. Это очередная проходная херня, которую забудут уже завтра, если появится какая угодно новая херня. Этот танк напоминает мне какой-то гибрид, знаете, ну, типа вот британская СТшечка, это FVS 4202. Вроде кто-то её любит, потому что там копеечная она или где-нибудь её не отжали бесплатно или в аренду, или ещё как-то. Но любить её, по сути, не за что. Или какая-нибудь там эта Прима Виктория ранешняя. Вот та же самая история. Вроде броня где-то есть вокруг маски и в области, но лючки, корпус и всё остальное просто сосёт. Ни ДПМ, ни скорости. И этот точно такой же. Ну, разве что его отличают от этих всех FVS 4202 и Прима Виктории. Альфа в 400, хотя бы хоть тут не в 200. Уже хоть что-то. Но это, пожалуй, всё. То есть из-за альфы и пробития ты вынужден терпеть и не особо кайфовать, скажем. Не могу сказать, что танк прям, ну, самый худший из всех девяток. Ну, наверное, нет. Всё-таки пробитие есть, хоть какая-то броня имеется. И вот в этом бою там что-то, да мы танкуем, почуть-почуть. Но суть такая, что просто любить его абсолютно точно не за что. Охотиться его, хотеть, переживать из-за него, там, думать, выпадет тебе или нет, тоже не стоит. И, ну, может быть, только на будущее, когда выйдут всякие другие марафоны с девятым уровнем, где тебе, играя на девятках, будет возможность пробегать ещё и по скиллу, по веточкам, то, наверное, он сгодится-пригодится. Но другой вопрос, сможешь ли ты по скиллу на нём пробегать. Ну, то есть он, ну, мало способный. Совсем. С девятками не конкурент, просто не ровня им. С восьмёрками бои бывают редко на просторных картах. Ты просто не успеваешь по стобе в никого попасть. Ничего выцелить не успеваешь. Твои лички выцеливаются несколько раз быстрее врагами, пока ты сводишься на их нижний бронелист. И вот такое вот всё по кругу. Это прям, ну, мученик, заложник прям. Вот ощущается в нём та самая боль, которая настигала игру, когда она преодолевала свой переломный момент. Помните, когда ещё при Сергея Борисовича не было такого, что прем-танк был лучше прокачиваемый? Это было основное и правильное, грамотное условие. Чтобы игра не превращалась в pay to win, а была интересна всем. Особенно тем, кто играет в неё бесплатно, не платя, а потому что эта игра так и создавалась, что игрок платящий получает кучу игроков против себя на неплатящих танках, которые не стреляют по нему голдой. Ну, вот эта вот всю система монетизации, которая была в целом годной. Конечно, время шло, и варгеймингу нужно было двигать что-нибудь новенькое, чтобы постоянно морковка у носика перед осликом висела. Это понятно, всё понятно. Но факт в том, что просто в очередной раз пока выстрел в воду, в пустоту. Это просто пук в воздух. Этот танк пустое место. Он называется громко. У него вот есть все эти маркетинговые вещи, за которые прям хочется думать, что он хороший. Это же чифтен прототип. Это же как чифтен, только прототип, только на девятом уровне. Вот он такой же, как тот самый на десятом, только на девятом. До херня, братцы. Это полная шляпа, а не танк. Он абсолютно более чем полностью не танкует нигде ничего, ни в клинчах, ни на рельефах толком. И только изредка, там, раз из десяти, тебе удастся, возможно, настрелять там, ну, тысяч четыре, например, или даже пять. Но это его максимальная планка. Танк проходной. Не обращаем внимания, как говорится, спим дальше, если вам и вас интересовало, что там про него. Это абсолютно танк. Внимание нашего не заслуживает. Ждем чего-нибудь новенького. А на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь и пока. Субтитры сделал DimaTorzok